Это самая мощная программа для родительского контроля или контроля сотрудников. Что ребенок или работник делает за компьютером? Чем он пользуется? Сколько? Куда заходит? Что просматривает? И так далее. Тут даже можно в прямой трансляции смотреть, что происходит на рабочем столе компьютера, за которым идет слежение. Какая активность происходит в браузере? Какие страницы открываются? Какая история просмотров? Можно узнать о местоположении, если это, например, ноутбук, и даже организовать живой просмотр, ввести запись, слушать, что говорится в микрофон и смотреть через камеру. Эта программа точно поможет, если вы беспокоитесь, чтобы за компьютером не делалось чего-то, чего бы вы не хотели. И у нее есть скрытый режим, то есть пользователь компьютера, например, ребенок, он не будет знать о том, что установлена данная программа, она будет для него невидима. Давайте сейчас посмотрим, как установить ее на компьютер и как вообще с ней работать. Как осуществлять мониторинг или слежение? Вот перед нами официальный сайт программы MonoVision для Windows. Есть русский язык, вначале нужно переключиться на него. И на этом сайте вы можете узнать все необходимое о программе, почитать описание о ее различных функциях и особенностях. Также вы можете включить демонстрацию, чтобы походить по разным настройкам и увидеть, как она работает. Но чтобы начать пользоваться на своем компьютере, после того, как вы попробовали ее в демо режиме, вам необходимо приобрести эту программу. Используйте скидку 20% с помощью купона, который вы видите перед собой и в описании. Также вы там найдете ссылку на эту страницу на официальный сайт MonoVision. У меня уже есть доступ к этой программе, чтобы показать ее вам. Давайте войдем в кабинет и посмотрим, как она работает. Вот так выглядит панель управления аккаунтом CleofGuard. Это производитель программы MonoVision. Тут вы можете управлять своими заказами, то есть покупками программы MonoVision и других. Также купонами. Приобрести другие варианты программы, например, слежение за телефоном или сообщениями мессенджеров. У меня тут, например, уже активировано KidsGuard Pro и MonoVision. Об этой программе мы и поговорим. Нажимаем начать мониторинг и попадаем в панель управления MonoVision. Первым делом нужно привязать устройство для освежения. Чтобы привязать устройство, нажимаем вот здесь вверху, затем добавить новое устройство. И видим инструкцию, что нужно делать. А необходимо установить программу на компьютер, которая запустится в фоне и будет отправлять все данные. А уже с этой онлайн панели управления можно будет все просматривать, что происходит на компьютере и так далее. Тут есть хорошая инструкция, как что делать. Устанавливаем программу, затем расширение Chrome. Но это для того, чтобы наблюдать за браузером Chrome. Показано, что нужно будет делать. И установить скаченное расширение для Chrome. И затем в панели управления этот компьютер должен привязаться. Давайте попробуем. Тут можем сразу скачать, либо поделиться ссылкой, чтобы отправить на какой-то другой компьютер, который будет отслеживаться. Скачиваем на Windows. Эта программа надежная, но так как она все отслеживает перед данными с компьютера, ее воспринимают как вирус. И Chrome в первую очередь ее воспринял как вирус, поэтому я захожу в настройки безопасности. И временно отключаю безопасность. Попробую скачать еще раз. И тут уже есть кнопочка скачать непроверенный файл. Теперь можно запустить скачанный установщик. И устанавливаем программу. Это будет скрытый PC-мониторинг. Мы видим, что обнаружен Windows Defender на этом компьютере. Можем сразу добавить его в белый список. Вот тут инструкция, как это делать. Очень странно, ведь с помощью ПК без проблем антивирус отключен. Да, он обнаружен, он есть, но он отключен. Даже если мы перейдем сюда в службы. В моей программе ПК без проблем, вы можете скачать по ссылочке тоже в описании. Службы, связанные с антивирусом. Windows Defender остановлен. Да, работает только Firewall и блокировщик WebUgrows. Все, пишем, что я все добавил, все сделал. Теперь устанавливаем installation для Chrome. Перекидывает нас в панель управления автоматически. Снова выбираем русский язык. Так, и вот оно уже у нас устройство Asus. Переключаемся на него, синхронизируем. Ну и, кстати, если мы зайдем в расширение для Chrome. Developer Mode. Вот адрес, по которому нужно открыть расширение. Program Files x86, Windows Assistant App, MW Extensions. Посмотрим. Переходим в Program Files x86. Windows Assistant, MW Extensions. И вот расширение для Chrome. Выбираем. И вот оно установилось. И теперь мы можем, обновляя панель управления, наблюдать за активностью. Вот уже 2 минуты оно работает. Давайте сейчас я установлю запись, что-то пооткрываю, поделаю, чтобы была какая-то активность. За ней программа понаблюдала. И затем покажу, что можно увидеть в этой программе. Теперь давайте посмотрим, что программе удалось зафиксировать. Сразу на главной странице этой панели управления мы видим графики. Первое, что показывается, сколько пользовался компьютером, сколько пользовался интернетом, приложениями определенными, электронной почтой и чатами. А слева мы видим меню более подробно. Например, вот время рабочего стола. То есть это как раз отслеживается пользование компьютером в целом по разным датам. Далее, живой экран. Что можно делать здесь? Тут вообще мы подключаемся в онлайн-режиме. С компьютера передаются данные. Вы можете смотреть, что делает ваш ребенок или сотрудник вообще на рабочем столе. Вы видите весь экран компьютера. Сейчас мы видим, что я установил программу на этот компьютер. И на этом компьютере у меня панель управления. И вот она, панель управления просматривает панель управления и так далее бесконечно. Вверху время, прямой эфир. И можем отслеживать, что происходит на экране. Подключение с любого устройства, с телефона. Главное, чтобы был интернет. Кстати, тут можно еще и записать то, что происходит. И сохранить потом. Либо же сделать скриншот. И посмотреть в результатах скриншоты. Далее, активность в браузере. Есть различные браузеры. И вот, например, в хроме можно посмотреть историю пользования. Какие сайты открывались с того момента, как была установлена программа и расширение. Также поддерживаются другие браузеры. Вы можете скачать историю. Пока что тут информации еще нет. Нужно время, чтобы она собралась. Далее, веб-чаты. И тут, ватсап, фейсбук, твиттер, инстаграм, скайп, телеграм. Тут вы можете отследить все сообщения и переписки, которые наблюдались. Я запустил в демонстрационную версию вам показать. Потому что у меня еще пока не собраны эти переписки. А это информация именно в веб-чатах. Дальше раздел активность в приложениях. Тут собирается статистика по разным программам. И видим, в каких программах за время наблюдения больше всего я находился. На первом месте хром. Затем телеграм, ворд и так далее. То есть, вы можете посмотреть, сколько времени, например, ребенок играет в какую-то игру. А сколько времени занимается уроками и использует для этого соответствующие программы. И ниже вся подробная информация. Время использования во сколько. Далее, веб-почта. Со временем здесь появятся письма. И можно будет увидеть как входящие, так и исходящие сообщения. Кейлогер показывает, какие фразы набирает человек в тех или иных программах. Но тут видим некоторый момент, что вот именно здесь есть проблема с кодировкой. Фраза на русском языке некорректно отображается. Поэтому в этом разделе для русскоязычной аудитории, конечно, есть минус. Следующий раздел – местоположение. Если в устройстве есть местоположение или, по крайней мере, подключение к интернету, то программа его определяет с точностью до долготы и широты. Следующий интересный момент – живой просмотр. Тут четыре подраздела. Можно запланировать создание скриншотов в определенное время и затем их просматривать. Можно сделать запись экрана. Тоже настроить, когда это делать. По расписанию. Микрофон. Тут вы можете подслушать, что происходит. Тоже вы можете запланировать. Ну а также планирование подключения к камере. Как мы говорили уже выше, в прямом эфире можно смотреть через живой экран, что происходит на компьютере. Кстати, чтобы использовать камеру, нужно сделать соответствующие настройки на целевом компьютере. Отключить защиту камеры и дать доступ для любых приложений. Далее – динамические чаты. Тут голосовые сообщения будут. Буфер обмена – то, что копируется, вставляется между программами. Далее – активность файлов. То есть, какие файлы открываются на компьютере. Активность входа. В какую учетную запись входит пользователь. Затем – активность печатания. Тут мы видим, сколько страниц, какого документа было напечатано. Затем – какие устройства подключаются к компьютеру. Ну и можно все эти данные веб-активности, например, или отдельных расписаний сохранить в какой-то файл. Сохранить его себе. Ну и последний раздел. Можно удалить программное обеспечение на компьютере. Так просто его довольно сложно удалить. Но здесь есть вот способ, как удалить вручную. В какую папочку нужно зайти и запустить файл anins.000.exe. Потому что так программа скрытая. И нужно удалить либо с помощью специальной программки, либо вручную по инструкции. Мы с вами увидели все возможности программы MoneyVisor. И использовать их можно на свое усмотрение. По моему мнению, это самая мощная программа для слежения за компьютером, а также за действиями на нем. Напишите ваше мнение в комментариях, а также как вы относитесь к таким программам. Все ссылочки в описании. Смотрите другие обзоры программ на канале Пока Без Проблем.